Книга открытым оком, том 12, вопрос 2646. Планируете ли вы встретиться с патриархом Алексием Вторым? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Цитата. Решение о возможности встречи с патриархом Алексием Вторым может быть принято в зависимости от выводов и предложений, которые сделает эта комиссия. Далее говорит Игнатий Тихонович Лапкин. Заранее нужен план и перечень вопросов. Первое. Когда начнем руководствоваться не замыслами масонов, а Библией. Второе. Когда рождение свыше будет означать не крещение только, но уверование во Христа, как в лично Твоего Спасителя, что приписывают сегодня баптистскому учению, но поистине может быть принято любым православным. Когда будем все до единого живыми светлями Иеговы Бога истинного. Четвертое. Жертва Христа не в чаши только, но кровь Его на Голгофе за нас пролитая спасает. Ни крестные ходы, ни храмы и мощи приводят на небо. Пятое. Прекратить кощунственные канонизации. Евреям 9.22. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. 1 Иоанна 1.7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь у Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 2 Пустота у ног моих с утра, в неудачных родах сдохла кошка. Грела ноги ласково вчера, и котятам без нее смертельно тошно. 3 Малые потери и пожары давят нас к тому, что очень прочно. Смерть по закромам свободно шарит, к своему сидельцу приторочит. 4 Список черный из моих потерь, многое осаднит десятилетия. 5 Начинают розоветь теперь, протирают очи, там от слез ослепли. 6 Все, с чем добровольно расстаемся, при потере иначе саднит. 6 Жалость проскорбет чужою кошкой, неуютно в пустоте одним. 7 Но не забывая свою тленность, скоро приходящие застолья, возбуждаем о загробном ревность. 7 Впереди потерь маячит сколько. 8 Чем скропнее и беденее в храме, значит и потеря будет легче. 9 С чем срослись, оно наносит раны, режет при уходе и калечит. 10 Каждый день некрологи в газетах, и сочувствие не мертвым, а живым. 10 Полюс расставания гасит свет нам, режет, связи превращает в дым. 11 Скорбь несносная к Иисусу приближает, к небу заворачивает ликом. 11 Благодарность станет урожаем, закалит и сделает великим. 12 Положу к ногам пока что грелку, углублюсь в священное писание. Лада нам потянет, не горелым, из потери мой рассвет в осанну. 18 Января 2005 год. Игнатий Лавкин. 22. Января 2005 год. Игнатий Лавкин.